Здравствуйте, друзья! На этом видосе мы поговорим про прокачанный до 25 уровня тяжелый пулемет на Титанов Венгиансе. Именно в комбо-сборочке с Титаном Ауминг. Возможно, потом я еще сниму ряд обзоров различных комбо-сборок именно непосредственно с пулеметом. Он очень хорошо помогает справляться именно с другими Титанами, но имеет сложности в попадании, в точном попадании, так скажем, по быстрым целям, типа, например, Фантом или других маленьких роботов, типа Страйдер, Пурсуэр, ну и многих других, которые имеют небольшой корпус и достаточно быстро перемещаются. На самом деле, даже в средних роботах в ближнем бою Венгиансе очень сильно мажет, если робот движется из стороны в сторону. Но сейчас у нас бой несколько пошел не по шаблону, мы столкнулись с турецкой фулочкой, да, турецкого клана. Уже обзоры есть боев именно непосредственно с этим кланом, поэтому я здесь применю немножко другую тактику и выведу своего Титана немножко позже. Пробую вывести лича, смотрите, как меня спектр отсекает на пульсарах. У этих ребят много драконов, и нужно, конечно, постараться выбить их количество, чтобы минимизировать ущерб по моему летающему Титану. Дракон Ауджан представляет наибольшую угрозу вообще для всех типов Титанов на данный момент. Поэтому, если играете в смертельную битву, выводите своих Ауджанов под конец. Где-то на шестой, на седьмой минуте боя не нужно торопиться с их выводом, потому что именно они помогут бороться с вражескими Титанами. Инвайдер очень хорошо помогает поднять количество урона в статье общее. Ну, увидите во всех трех боях, за счет инвайдеров и их личилок урон будет просто гигантский. Так, конечно, я промечиваю, пытаюсь бороться на инвайдере с личом, но, тем не менее, мы ведем в счете. Рандом у меня достаточно злой, сражается храбрый и отчаянный, абсолютно не бежит, несмотря на то, что противника фулка. Почти полный взвод, да? Пять турецких бойцов, два лича атакуют инвайдера, жить ему осталось недолго, плюс еще дракон. Ну, посмотрите, этот старенький танк держится, и достаточно уверенно держится, и продолжает вести бой. Даже успевает одного из личей уничтожить, что интересно. Практически заполнена шкала у меня для вывода ауминга. Я решил вывести своего дракона. Где-то вот так вот и нужно, да? Вот на шестой, на седьмой минуте надо на половине боя выводить драконов. И желательно иметь их в ангаре 2. Тесты по аванжерам и вайперам вы уже видели, и можете для себя выбрать, какие пулеметы вам предпочтительнее, да? Кинетические аванжеры с высокой скорострельностью нужно обязательно ставить и кучностью стрельбы. Или вайперы, которые ставятся только со скорострельностью. Кучность у них и так по умолчанию хорошая. Плюс они являются плазменным вооружением. И имеют каразийный эффект еще, помимо всего прочего. То есть, оружие вайпера достаточно серьезное и начинает превосходить аванжеры, начиная с 350 метров. При всех, скажем так, равных и прочих условиях, да? То есть, на 400 метров, если вести дистанционный бой, строго соблюдая дистанцию 400-500, вайперы превосходят процентов на 25 примерно аванжеров. Аванжеры более универсальные, имеют высокую скорострельность с умелкой и достаточно высокий боекомплект. Наносят просто гигантский урон вблизи. На расстоянии 100-150 метров в момент распиливают за несколько секунд любого противника. Также и по титанам в кратчайшие сроки наносят просто гигантский урон. Для этого нужно, к примеру, чтобы по Артуру так попадать, нужно иметь диагональ сбоку немножко, да? Стрельбы сверху, чтобы большая часть пуль попадала, так скажем, в голову и в ключицу робота, минуя его физический щит. А в целом урон аванжеров просто огромен, вы можете убедиться. Тест уже есть, обзор на канале, можете посмотреть. Примерно за 3 секунды, за 3,5 секунды в МК-2 12 уровень аванжер с одним термонуклеореактором уничтожает противника Ауджана на вайперах в аналогичных условиях, да? 3,5 секунды 12 уровня МК-2 мех уничтожается. Это у которого как раз почти 200 тысяч хп, да? 193 тысячи хп у нас у Ауджана в максимальной прокачке. Сейчас вот я как раз вывожу комбо-сборочку, друзья, которая должна полностью быстро решить финал этого боя с турецким планом. Последний эпизод этого боя, этого обзора достаточно примечательный будет, очень длительный будет бой на Ауджане, я его выведу достаточно рано. Стремительно заканчиваем бой с турецкими бравыми парнями, и ничего они здесь уже напротив поставить не могут. Очень отчаянно дрался мой рандом, все чаще встречаю рандомы все злее и злее. Ребята становятся все опытней и опытней. Если прям совсем убрать такое жесткое преимущество фантомов и лечей, то даже и неизвестно. Кланы будут побеждать исключительно своей сыгранностью, да, так скажем, и централизованным, так скажем, поддержкой друг друга в голосе. То есть централизованный бой, так управляемый. Только в таких обстоятельствах будут кланы уже побеждать. Если убрать все вот эти серьезные превосходства, по пасшифре. На скилловых игроков варробос очень много, я часто их встречаю, много знаю их по именам. Итак, у нас следующий эпизод, друзья, в Риме. Я напропалую атакую, чтобы слить своего инвайдера, поднять как можно больше хп. За счет лечения все пойдет в стату по урону. Будет огромный урон в конце стату. Так, медика, думаю, успею забрать. Застанели его и стремительно добиваем. Ждем сейчас мы, как изменится ситуация вообще по стану хала-корона. Что сделают разработчики, как изменение коснется этого оружия. И сразу проведем тест. Как только это изменение произойдет. Неплохо здесь у меня уже справился на самом деле инвайдер. И мы смело выводим следующего. Попробуем повторить подвиг. Не всегда, конечно, получается, но в целом, если грамотно отыгрывать, инвайдер может забрать минимум трех мехов у врага. Не лечей, конечно, но вот бывает, что леча одного на один он может свалить. Ошибся я немножко с прыжком. Чуть-чуть нужно было раньше прыгнуть, тогда бы я перелетел. И упал бы прямо в центре колизея. Совсем арест не смотрит по сторонам. Плавное дуно добив. Очень скоро заполнится у меня уже шкала. На вывод Ауминга. В комбо смешанной сборочке. Тяжелый пулемет, царь, два раптора. И будут интересные технические моменты, да, в обзорах, в отыгровке именно на этой сборке. Сборка оказалась эффективной. Именно вообще против всех типов роботов. Абсолютно против всех. И эффективной против вражеских титанов. Отчаянно сражается у меня инвайдер. Дорого продают свою жизнь. Ну что ж, заберем здесь и вражеского инвайдера, и Меркурий заберем. Кстати, я заметил, что ребята стали выводить в бой все больше инвайдеров. На самом деле, молодцы. Мех классный, мощный. Но для отыгровки на нем, конечно, обязательно нужно ставить ласт-темп. Минимум четвертого уровня. Итак, шкала заполнила до конца боя. Еще туча времени. В этом случае выводим титана. Не мешается арес. Успел вдогон я ему отправить выстрел из царя. И теперь займемся фальконом. Пулемет позволяет быстро разбирать фальконов, например. На дистанции до 300 метров. Также очень хорошо сквозь способность пробивает царь и пулемет добивает вражеских лечей. Очень динамично получается. Вот как раз сейчас мы половину боекомплекта пулемета отрабатываем. Покиду, но нужно загнать. Загнать все-таки в колизей задолбал меня этот арес. У меня почти полностью перезаряжен сейчас раптор. Я дам полновесный залп. Вот в чем преимущество рапторов. Отстрелялись рапторами. Надобив из пулемета. За это время успевает царь выстрелить два раза. И как правило уже большие повреждения несет вражеский титан. Или он уничтожается. Зависит от прокачки противника. Очень много еще. Но вот полностью прокачанный, например, вражеский ауминг в два. Но максимум в третий заход уже полностью уничтожается. Такой методой. То есть здесь именно за счет рапторов ведется пулемет надобив. И два выстрела царя с одного взлета. Или один выстрел царя. Но почти вся обойма рапторов успевает уйти. Дальше приземление идет. И соответственно лечение на земле. Потому что на земле сопротивление урона значительно выше. Какой наглый вражеский титан прошел к нам. Уже к нашему респу просто приблизился. Необходимо немедленно его уничтожить. Пулемет просто стремительно разбирает всех титанов. Кроме Артура. Здесь, конечно, огромное преимущество у Артура. Его мощнейший щит физический. Полтора миллиона хп. После апа у него. Плюс способность отброса. Удар по радиусу 52 тысячи хп. В этом плане у ауминга только лечилка. Поэтому нужно, соответственно, быстро приземляться. И вот момент надобив по дракону работать. Здесь вот рапторы меня очень спасают. Как только вражеский дракон приземляется в пределах поражения, да, осуществляется взлет. И по нему выносится сразу полновесный залп из царя. И вся бойма рапторов уходит на уничтожение Ауджана. Или доводка его до Ластенда сразу. Однако долго там жил, применяя свои способности Блиц. Долго крутился. Так, а мы выдвинемся на правый фланг, потому что на левом практически все удалось зачистить. То есть не нужно непрерывно давить на огонь, потому что уходят рапторы. Нужно дозировать, да, дозировать ведение огня. И стараться на всякий случай все-таки большую часть боя вести огонь именно с царя и пулемета. А рапторы держать подзаряженные на всякий случай. В особенности против именно Ауджанов и вражеских титанов. Готовимся к взлету. Я перезаряжаю пулемет, перезаряжаю рапторы. И сейчас полновесным залпом атакую сразу кида очень мощно. Очень мощная атака получается в течение 10 секунд. Допустим, в серьезных смешанных условиях боя, когда противника вокруг много, такая атака проводится в течение 8 секунд. Потом дальше приземляетесь и лечитесь уже, да. Вот как раз активно необходимо маневрировать на минги из стороны в сторону. Тогда пулеметные орудийные системы врага тяжело по вам попадают. Очень много мажут. Потому что разброс у риталяторов и венгианси, тяжелый пулемет, да, у них большой разброс. Если цель маневрирует, даже такая большая цель, как Ауминг, все равно много зарядов летит мимо. В этом плане с тяжелых пулеметов по пешим целям стрелять значительно легче, чем по летающим. Потому что летающие цели могут брать непредсказуемые траектории передвижения влево-вправо, сбивая, так скажем, наводку пулемета. Еще есть минус, конечно, у тяжелого пулемета венгианси, да, это длительная достаточно перезарядка. Собственно, этот минус у всех пулеметов в игре. До зарядки нет. В этом плане очень динамично и получаются, конечно, рапторы. Итак, у нас 5 миллионов 800 тысяч урона, 17 убитых, и мы идем в следующий эпизод. Снова бой у нас будет на Дэд-Сити. Опять на пропалу, и в атаку я полез сразу на инвайдере. Все-таки интересный штурмовый робот. Но уж точно лучше, чем Арес. Однозначно. Попытаюсь запрыгнуть наверх. Помешал лапой, я столкнулся об дракона. А так вообще с этого места можно перелетать даже, да? Эту возвышенность, это здание, и падать у противника за спиной. В этом плане инвайдер очень далеко и высоко прыгает, и может осуществлять очень интересные тактические маневры, неожиданные для противника всех классов роботов. И великолепно прыгает прямо под юбку, так скажем, энергощита. Ареса уничтожает. Вот уже четырех роботов удалось срубить. Может быть даже еще успею. Нет, не успею забрать пятого, но серьезно повреждаю. Практически полностью заполнил, да? Шкалу у меня один инвайдер. Попробуем добить шкалу на втором. И, конечно, приоритетная цель это прежде всего именно вражеские драконы. Все-таки нужно ауджанчиков выводить в середине боя. Рановато, ребята, их вывели. Так, успею я его положить. Тем более опасный на глацер, да? На криогенных пушках я поменял. Не успел я заполнить шкалу. Но разменял, разменял своего инвайдера на дракона. Вот эта забавная сборка мне очень нравится. Три шторма и корона. Смешанная сборка, комбинированная на лича. Пока она себя оправдывает. Пока не было изменений, да? Скажем так, по становому эффекту корон. В целом сборка очень хорошо себя проявляет. Ну, а дальше посмотрим. Возможно, что использование именно одной короны будет не совсем эффективным. А шторма позволяет очень хорошо справляться с бронированными целями, такими как фенриры, фальконы, фантомы, да? Которые имеют сопротивление урона. В этом плане шторма очень красиво себя проявляет. Так, ну что ж, куча времени до конца боя и выводим сейчас Ауминга. Тем более, что враг ведет по счету. 11-13 смертельная битва на Детс Сити. И наша задача стремительно выравнивать счет. Чтобы полностью взять инициативу по киллам в свои руки. Вот преимущество комбо-сборки. Именно против маленьких быстрых роботов в ближнем бою, тем более на лечилке сейчас. Лич атакует. Именно царь позволяет снести его быстро вблизи Даластенда за счет сплэша. Пулеметом я почти все по нему промазал. В этом плане минус, конечно, у пулеметов тяжелых титанов. Венгианси, они, вы посмотрите, пытаясь с пулемета стрелять по вражескому фантому. И половина зарядов летит мимо. И здесь именно помогает, как ни странно, именно царь. Хотя на тестах, которые вы видели, я сделал обзоры, да, тестов всех вооружений титанов. В противодействии одно оружие против другого царь самый слабый. Но тактически он самый лучший. Именно в боях городского типа, да, где много вот зданий, где много препятствий. Плюс быстрые роботы, роботы с сопротивлением урона. Можно стрелять с упреждением, брать, да, чуть впереди вражеского, мелкого, быстро бегущего робота. В этом плане царь великолепно сплэшем долбит противника, забирая стабильно свою жертву, хп врага. Плюс помогает очень хорошо бороться с роботами, которые подбегают вплотную. И пулемет практически связан этим ближним боем и не может нормально поражать противника. А царь в этом плане, а ему пофигу. Он фигачит сплэшем вокруг себя, поражая все. Вот в этом высокая эффективность комбо-сборок. Это повышает общую живучесть летающего титана Аоминг. Если кто спросит, как применять на самом деле лучшие сборки на Артура и скомбинированные, я пока сейчас вижу, что это пулемет и два раптора. То есть тяжелый пулемет Венгианса и два раптора. Вот на Артура может такая сборка очень хорошо зайти. Отыгровка исключительно от обороны. Атака только в крайнем случае. И держаться неподалеку от укрытия. Иначе он будет уничтожен перекрестным драконьим огнем, так скажем. Вот для чего нужны мне рапторы. Надобив драконов. Взлет буквально на 6-7 секунд. Добив Ауджана. И дальше уже нужно приземляться на лечение. Но это если есть плотность огня. Если нет плотности огня, можно маневрировать. Как я сейчас маневрирую, уходя от большей части огня вражеского титана. Видите, как мажет пулемет. Вообще очень много летит мимо зарядов. И когда все боекомплекты уже опустошены, можно, конечно, приземлиться, подлечиться, дозарядиться и тут же нанести ответный удар. Подраненного вражеского титана не отпускаем. Кстати, возможно, очень неплохо сейчас зайдут тиры. На стриме вы видели уже тиров. Я применял. Они неплохо, кстати, лечат союзников титанов. И в этом плане союзные титаны живут значительно дольше. Так, удалось за счет Тауминга полностью вытащить счет в свою пользу. 24-21. И уже сейчас будем добивать противника с помощью дракона. С нами он здесь, я смотрю. Совсем древние роботы бегают с нашей стороны. Паттон на спиралях. Да, вообще редкость в Лиге Чемпионов увидеть такой сумбурный бред. Но, тем не менее, вы сейчас видели Паттона на спирали. Как ни странно. В 2,5 секунды уничтожается арес без способности. Вы видели эффективность в ближнем и среднем бою. Я показывал на тесте, что такое аванжеры. Урон наносят они с раскруткой. Огромное обязательное умение пилота на аванжеры. Это ускорение стрельбы 66% плюс кучность стрельбы 30%. И на таких условиях оружие становится при равных прочих условиях сильнее, чем вайперы на дистанции уже в 300 метров. То есть, уже превосходит даже вайперы. Учитывая, что у меня стоит отыгровка от пассшифта, я не стал ставить на своего Ауджана модуль антиконтроль. От станного эффекта спасает замечательно вполне пассшифт. Если уже он стоит, то антиконтроль на драконе не нужен. Я поставил два термонуклеореактора. И, по сути дела, аванжеры наносят просто гигантский урон в кратчайшее время. Посмотрите, какие огромные повреждения несет вражеский титан. Ну, собственно, все будет понятно по урону общему в стате в конце этого боя. Тоже анахронический, да? Старый мех. Еще и промазал. Поторопился пилот на буче. Итак, у меня, посмотрите, половина боекомплекта. На аванжерах, собственно. Да, ластенда у меня нет. Там вышел свежий мех. Посмотрим, кто это. Это у нас ланслот, физический щит у него. В общем, не буду я уходить по пашифту, не буду я взлетать. Поединок я устроил, сам был подранен. И почти полностью удалось уничтожить и снести физический щит. Да, с половины боекомплекта. Ну, вот что такое аванжеры. Спасибо большое, друзья, за внимание. Мы с вами увидимся в новых обзорах. Наколотили здесь почти 6 лямов. 4 ляма дали серебра. 18 убитых противников, большую часть которого всего здесь намолотил именно Ауминг в комбо-сборке с тяжелым пулеметом царями-рапторами. С вами был Веркомандер, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok